Христос посреди нас, мои родные и любимые сердцу, дорогие христолюбцы, все брат и сестры в Христе, всем желаю радости и веселья в Господе, всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст, достигнуть этого совершенства, этой святости по образу, примеру и учению нашего Учителя, подвигоположника, Творца и Создателя, путеводителя Иисуса Христа. Ролик сегодня пишу следующего характера, вы помните, как апостол Павел говорил, мы сейчас все не будем зачитывать, может быть в конце зачитаем, сие же делаю из первого послания к Коринфянам, 9 глава, 23 стих, сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Это у нас такое предисловие, лозунг, а мы с вами сегодня попробуем чуть-чуть приукрасить свой канал, чтобы этот канал тоже служил на пользу кому? Ближнему, тоже доброе дело. Ну а в конце мы действительно прочитаем, может быть, даже всю главу, 9, чтобы не только говорить, но и делать, да? Так, у меня есть вот такой вот тестовый канал, на его примере я покажу, как можно немножечко освежить свой канал, у кого есть желание, чтобы это тоже служило на благое дело, на пользу ближнего, и мы с вами об этом сейчас поговорим. Вы знаете, если все время мыслить о совершенстве и думать, ой, я вот завтра сделаю хорошо, или вот потом я сделаю, и так никогда мы ничего не делаем, да? Вот, поэтому надо делать сегодня и сейчас, это надо жить всегда сегодняшним днем, мне тоже надо кажется, ой, я подготовлюсь и вот сделаю, все хорошо, надо делать сейчас, как вот можешь. Я дам какую-то информацию, она далеко не полная, можно до бесконечности что-то там еще добавлять, но я сегодня запишу ролик, я его добавлю в плейлист на канале Христалюп Лайф о блогерстве, вы знаете, то есть я завел такой плейлист, где можно посмотреть какие-то советы получить, кто хочет тоже заниматься подобными вещами, или хоть, ну, на том уровне, на тех дарах, какие подает ему Господь. У каждого из вас есть регистрация, а то вот просто там пишут, ой, ну, не у каждого канал, не каждый благовествует, но вы знаете, может быть, не каждый сразу и благовествует, но извините, а вы Евангелие читаете вообще? Вот, а что у вас на канале делается, да? Какими видео вы смотрите, какими делитесь? Вот человек зайдет к вам на канал, почему мы своей жизнью должны светить? А в принципе, наш канал, наша регистрация на ютубе или в социальных сетях, это тоже наша жизнь, часть нашей жизни. Используем мы ее, этот талант, на приумножение? Большой вопрос. Поэтому я хочу сегодня такой ролик записать, чтобы вот кое-какие, может быть, иллюзии, наоборот, развить, мысли нехорошие, наоборот, к чему-то святому, светлому подтолкнуть. Вот так выглядит канал у каждого, все это знаете, кто смотрит сейчас этот ролик на ютубе. Это новая, так скажем, версия, есть старая, кто помнит прошлый шаблон, как вывел ютуб, как всегда, все недопилено, порой криво, вот, что-то можно сделать из нового вида, что-то надо вернуться к старому. Вот поэтому мы видим, такая есть кнопка, настроить вид страницы обзора. Сегодняшний ролик, кстати, относится не к тем, кто будет блогерством заниматься. Почему я хочу? Я его, кстати, в плейлисте поставлю где-то там третьим, четвертым, даже до того, как я уже записал ролики о выборе микрофона. Так. Вот мой канал, Христалюп Лайв, да, у вас на экране-то. Плейлист, вот, я же тогда его сделал, создаем свой авторский канал, да. Христос. Вот он у вас на экране. И я его даже не вставлю не после где-то, а вот после награды радости делателя, а может быть даже еще до него, ну, неважно, до него даже. То есть сейчас этот ролик я поставлю сюда вот третьим, после Слова Христова. Потому что это не относится к тому, будете вы дальше заниматься там блогерством или нет, это не имеет отношения. Это надо сделать просто свой канал, это тоже будет работать, это тоже будет приносить пользу и вам. Через это, через дела. Потому что через дела вера или внутренний человек достигает совершенства. А внешне кому-то вы сделаете доброе дело, просветив. Вот. Светом истины Христовой. И вот мы сегодня этот канал, свой каждый, попробуем, посмотрим, что мы можем как пользователи с ним делать. Мы сегодня не будем заходить в творческую студию, во внутреннюю, так скажем, структуру канала, в кабинет в личный. Потому что, да, возможно, у вас не будет своих роликов. И сейчас я этот ролик записываю для тех, кто просто как пользователь. И это может сделать вообще каждый. Потому что вы пишете эти комментарии, смотрите ролики. Вот. Это надо делать обязательно. Ну, и чтобы сразу не мучиться с этим новым видом канала, кто знает. Вот есть такая синяя кнопка. Ну, во-первых, канал ваш, конечно же, должен быть привязан к телефону, насколько я помню. У меня он, конечно, привязан. Иначе многие функции будут недоступны. Обязательно надо там свой номер телефона дать, код получить. То есть привязать, что вы действительно не какой-то бот, тролль там или, как это называется, спамер. Да, настоящий человек. Тогда, а то может что-то будет, если канал, по-моему, будет не активирован вот таким образом, половина функций будет закрыта. Чтобы перейти в старую версию, на начальном экране у вас наверняка есть, или у вас уже может быть старая, она иногда глючит, она может быть сама старая, открытая. Но если у вас новая версия этого интерфейса, вот этого, то вот настроить вид страницы обзора надо нажать. И мы перейдем в старую версию, как раньше YouTube выглядел. Вот так вот он выглядел. Вы это должны помнить, немножко измененный. Что можно сделать? Начинаем сверху вниз по-человечески. Ну, во-первых, есть всегда значок. Здесь, по идее, должно быть ваше лицо, как есть вот на всех, вы знаете. Вот где я сейчас мой... А, ну сейчас я не... Так, 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 канал Христалют. Вот мы заходим. Вот я убежден, что здесь обязательно должен быть фейс человека. И они, видите, в новой версии, они убрали отсюда, вверху, вот эту иконку. Они ее оставили только где название канала. Вот. А когда мы открываем, видите, старую версию, еще вот сюда она добавляется. А где название, как раз никакого нету. Вот этим отличается старая, новая версия. Но вы только что и здесь это видели. Вот. Так. Ну, я даже здесь вот так сделал справа. У себя вот эту иконку. Поэтому, что отсюда... Но меняется она вот здесь. Вы знаете, прекрасно. Когда наводишь, вот можно... Ну уж как иконку ставить. Вы наверняка знаете, потому что ставится она будет в почте. Появляются такие вот карандашики, вы же знаете. Можно кликнуть. И он вас спросит. Чтобы узнать новый значок, нужно перейти в профиль Google+. Ну, то есть, в почту практически свои. Потому что Google+, страница, это типа социальная сеть. Ну, в России, по крайней мере, вообще никто не пользуется. Практически. Значок обновится на YouTube в течение нескольких минут после того, как вы его измените. Ну, в течение нескольких минут он не обновится. Я его менять не буду. Вот. Но мы можем вот поменять вот на этот вот, на другой глазик, такой глазик земли, шара, да. Он вот в Google+, поменяется сейчас сразу. Но вот здесь он сразу не поменяется даже, ну, сразу тем более. А, нет, смотрите, поменялся, слушайте. Удивительно. Раньше у них такого не было. Ну, я сюда свою не буду сейчас добавлять. Вы все это знаете, да. У меня все это есть. Я считаю, что здесь должен быть сам человек. Тем более, а не более того, даже этот значок, я говорю, отсюда, в новый, он выглядит вот так вот. И очень хорошо, напротив, название. Ну, у меня просто, можно сказать, псевдоним есть. Вот и все. Поэтому немножко просто разные вещи. Не обязательно, конечно, канал тоже. Ну, сейчас мы дойдем, да. То есть, менять значок вы знаете как. То же самое создавать шапку. Шапку мы сейчас с вами создадим. Она должна быть тоже что-то говорящая. Любой значок должен о чем-то картинкой говорить, да. Вот. Давайте название. Название, конечно, не обязательно прямо в своей фамилии или имя. Но можно что-то связанное с христианством даже. Или что вы считаете нужным. Конечно, можно. Это не суть важна. Как-то вот христолюб мой. Она отражает мою жизнь. Самую цель и самую важность, что у меня в жизни. Вот и все. Так скажем, да. Кто я такой понутру, можно понять. Моя фамилия с именем вам ни о чем не скажет. Но я ее, опять же, не скрываю, да. Ну и давайте разбираться с шапкой. В описании к этому ролику я добавлю ссылку шаблона. Так, теперь я с вами делюсь своим экраном рабочего стола. Я работаю в программе Photoshop. Себя я сейчас уберу. Это вот видите у вас на экране та программа, в которой я работаю. Но так как идет захват экрана, вы ее тоже видите. Ее я убираю, чтобы она не мешалась. Есть вот такая вот картинка. Вот такая вот. Она будет у вас ссылка в описании к ролику. Размер ее 2560 точек на 1440. И в ней, как вы видите, есть еще такие полоски внутренние. Что это такое? Это шаблонная картинка для создания вот этого вот шапки для канала YouTube. И при чем? Ведь канал на YouTube, как и любой сейчас интернет-ресурс, можно открыть раз на телевизорах, два на компьютере, три на смартфоне. И вот этот шаблон подходит на все. Вот этот большой шаблон. Тут даже написано, вы видите, вверху TV. Написано, TV 2560 на 1140. То есть разрешение телевизора. Это вот десктопное приложение написано. Поэтому это такая длинненькая, которую вы видите сейчас на канале. А есть вообще десктоп мини на мобайл. Ну или там на каком-то таблете. А, на планшетнике. Таблет это планшетник. Здесь все эти размеры есть. Его можно вот так вот прозрачность уменьшить в фотошопе. Ну, кто умеет работать, я показываю для тех, кому-то пригодится, кому-то нет. Это я уж не могу под всех подстраиваться. И вы видите, как я это создавал. Ну и плюс, чтобы не делать вот эту там прозрачность уменьшать, чтобы он как бы не мешался взгляду, я по нему, соответственно, сделал вот такой вот шаблон. Видите? То есть я черненькое просто могу накладывать. Вот и все. Понятно, да? И все, я сузил. Причем я не делаю, конечно же, если посмотреть, вот можно наложить этот серый шаблон. У меня на мобильниках, конечно, криво выглядит. У меня слово «жизнь», «христалюб», логотип справа вообще не влазит. Буквы не влазят. Я это не делаю. Соответственно, плюс, я не заморачиваюсь под формат телевизора. Если мы уберем, видите, как это будет на телевизоре выглядеть? Здесь как-то обрезано все, да? Фотка, это я, он растягивал небо, потому что, конечно же, фото было меньше, оно криво растянутое. Я не загоняюсь. Я не думаю, что многие на телевизоре смотрят. Если смотрят, это просто шапка. Вот. Я делаю все под компьютер. Ноутбук, компьютер. Даже не под планшет, не под мобильник, а именно под компьютер. Вот так у меня это выглядит. Но сохраняешь ты целиком. И когда ты это загружаешь, на ютубе, как мы с вами видим, показывается, да, лишь вот эта вот часть. Да? Я прямо сейчас вам в живом режиме покажу, как это делается. То есть мы берем вот, вот картиночку я возьму, любого размера. Сюда закидываем. И вот, особенно, когда сразу включены вот этот черный шаблон, мы можем сразу, видите, я могу пододвинуть, как мне надо. Там уменьшить. Да, я могу вот так вот сделать. Ну, конечно, я могу поиграть. Могу вот так вот сделать. Сейчас ее поменьше. Что все-таки там что-то было побольше народу видно, да. Вот так вот нажать. Растировать слой. Это я, конечно, заморачиваюсь. Надо было попроще вам сделать. Вот так вот это вот. Сюда вот подтянем. Можно было крупным сделать, но можно было просто, чтобы эта картина мелкая была. Вот тут побольше было всего людей. Можно было, как вы видели, растянуть. Все, вот мы с вами сделали. Что мы делаем? Сохраняем для веб. Сохраняем обязательно размер 1440. Но у вас он и должен в автомате стоять. У меня просто немножко другой размер стоял. Я тут поэтому кое-что переделаю. Сохраняем ее. Сохраняем ее куда? Давайте на рабочий стол. Единичка. Сохранили. Все, переходим с вами в интернет. И что делаем? Вот сюда, видите, появляется тоже карандашик. Жмем. Есть тут изменить ссылки. Изменить оформление канала. Жмем изменить оформление канала. И что делаем? Выбираем файл на компьютере. Рабочий стол. Единичка. Тут вот написано. Рекомендуем размер изображения. Так, сереньким. 2560 на 1440. Но это не просто рекомендуем. Это обязательное требование. Максимальный размер файла. И соблюдать, чтобы размер совпадал. А то он будет либо ругаться. 6 мегабайт. Все. И жмем. Вот он загрузил. Он показывает, как это выглядит. Там на всех. На телевизоре. Видите, черные будут полосы. Так будет на ПК выглядеть. И так на телефоне. И жмем выбрать. Идет сохранение. И все. Вот обновилось. Все, что хотите делать, делайте. Надо опять сделать. Там, да. Да давайте еще раз. Сейчас я закину. Я там растянул. Конечно, все это некрасиво. Можем вот так вот сделать. Целиком. Еще раз процедуру. Два раза, да. Чтоб понятно все было. Сохранить. Цифручку 2. Сохранили. Еще раз. Изменить оформление канала. Выбрать файл на компьютере. Один, два. Сейчас она загружает. Все. Жмем выбрать. Вот такая вот красивая шапочка. Вы можете сделать, поменять. О чем ты говоришь? Ну, естественно, в фотошопе можно было цифры, буквы добавлять. Сами понимать. Все, что хотите. Дальше. Что можно еще сделать? Во-первых, вот есть. Начнем справа налево. Да. Вот есть о канале. То есть, можно добавить описание. В описании надо обязательно что-нибудь добавить. Контакты. Ну, хоть что-то. Хоть кто вы, что вы, что исповедуете. Я так считаю. Что-то надо добавить. Вот я просто для примера скопирую сейчас. Что-то сюда можно написать. Что-то нужно написать. Я тут написал. Ну, свое христианинку. Извини, ученик Господа. Все. Электронную почту можно для контакта добавить. Вот. Ну, давайте все это будем делать, чтобы вам наглядно было. Вот почта моя. Все. Да или вот просто я сейчас сделаю так, чтобы было. 1, 1, 1, да. Все. Жмем обязательно здесь готово. Вот так вот всегда. Страна там выбирайте. Ну, у нас у вас выбрана. Ссылки. Вот ссылки. Можно сайт добавить. Чей-то, какой вы рекомендуете человеку. Либо свой у вас есть сайт, да. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть. Так. Вот. Добавить жмем. Вводим URL. Здесь пишем. Христианство. Готово. Вот у вас появилась ссылка на христианство. Где она появилась? Видите? Вот здесь. Прямо вот здесь, прям в шапке канала. Видите? Появился христианство. Мой каналчик. Все. По нему кликаешь, переходит на сайт. Можете мой поставить сайт. Можете свое что-то поставить. Дальше. Опять вот здесь карандашик. Здесь можно добавить до шести сетей. Все эти контакты. Ну, уже добавлять не будем. Вот на моем примере. Посмотрим канал. Да. Вы все знаете. Вот тут тоже. Христалюб сайт. ВК. Одноклассники. Твиттер. Фейсбук. То есть, по всему кликаешь. Всегда это прямые пересылки на ваши там социальные сети или еще что-то. Вот. Все это вот здесь. Можно делать. Вот здесь добавить, 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 добавить. Ой, да здесь, по-моему, их можно много. Их просто будет на экране. Видно всего пять там. Остальные будут вот здесь все видны. Поняли, да? Обязательно жмем готовить. Готово. И все. И здесь все это будет видно. Как вот на канале. Мы можем зайти. О канале. Вот о моем сейчас канале. Вот вы все видите. Вот оно описание. Мое, да? Ну, это все и так знаете. Показать адрес электронной почты. Вот мы крикаем. Он же показывается. Я не робот. Так, что там произошло-то? Я что-то не помню. Ну, ладно. У меня там еще грузится ролик. Я что-то стал вот записывать. Сейчас не очень удачно. Я пользуюсь интернетом. Вот они все. Христалю. Пока-то куда-то значки пропали. Что-то не загружается. По-моему, у них раньше значки здесь были. Так, почему-то ВК, Твиттер. Как-то скучно написано. А может и было. Что-то он электронный адрес не хочет показывать. Я не робот. Ну, отправить. А, вот показал. Вот адрес. Вот так вот, да? О канале. Дальше. Что мы делаем? Здесь разобрались. И все они вот тут вверху будут появляться, естественно. Так, теперь мы переходим на главную страницу вашего канала. Вот он даже сейчас не загрузил вот эту обновленную версию. А видите, старый шаблон. Если мы перезагрузим страничку, скорее всего, он покажет нам новую. Нет. Это YouTube тоже лаги у него есть. Эти глюки. То так, то так. Ну, ладно. Мы в этой новой. Потому что в той, как вот... А, это, по-моему, когда вот так мой канал. Нажмем. Он, видите, открывает в новой версии. И здесь вы ничего не сможете сделать на своей страничке. Понимаете, да? Поэтому вот эту кнопочку синенькую у вас вот на экране. Изменить вид страницы обзор. Вот этой первой страницы. Сюда кликаете. И вы переходите в старую версию. Из этой старой версии, видите, уже можно тут... Тут появляются активные всякие эти кнопки. То есть, по сути, это называется кнопки администратора. И вы, как автор этого канала, все равно, пусть вы там пока не авторский у вас канал, но это ваш канал, ваша регистрация. У вас появляются вот эти все карандашики. Вы можете что-то делать, да? Что же мы делаем? Сейчас мы удаляем. Когда вы это сделали, вот вы находитесь в старой версии. Вот вы видите, внизу у вас есть кнопочка. Это первая страница вашего канала. Любой человек, захотя вас посмотреть, перейдет. Вы пишете комментарий под чьими-то роликами. Он перейдет на эту первую страницу. Он, естественно, видит, что вы на ней размещаете. И вот здесь можно, вы, как автор, у вас появляется кнопочка добавить раздел. Можно добавить, по-моему, около 6-7, ну, до 10, по-моему, разделов. Это максимум они дают. Может быть, сейчас больше, я, кстати, не знаю, давно не проверял. У меня пока нет нужды столько делать разделов. Что мы можем сделать? Давайте пробежимся. Добавить раздел. Так, сейчас я... Что у нас появляется? Вот тут есть выберите контент и в ряд по горизонтали, по вертикали, как будет располагаться. Кстати, жалко, у вас всплывающие окна не видно. Так, а их будет видно, знаете, как, если я сделаю вот так, захват экрана. Видно? Да, вот так вам будет видно. Так, ну, вам будет мешаться на полокна моя программа, ну, уж приходится потерпеть. А, ну, программу я сейчас уберу, ладно. Вот так вот. Что у нас появляется? В ряд по горизонтали, по вертикали макет. И вот самая главная кнопочка, вот тут выберите контент. Первое, что надо сделать, если вы особенно автор, это поставить загрузки. Это те загрузки, которые вы загружаете ролик. Так, еще раз, я что-то не очень хорошо показал вам. То есть мы кликаем на добавить раздел. Выбираем. Тут есть видео, плейлисты, каналы, другое. В видео есть у нас загрузки. Мы выбираем. YouTube нам показывает, как это будет выглядеть вот так. Все, ну, на этом канале у меня кое-какие, я там кое-что тестировал. Есть ролики. Последний копье, кто фильм смотрел. Ну, я кое-что просто тестировал. То есть у меня есть загруженные видео. Вот они появляются. Вы все это у многих видели. Может быть, у вас даже есть. Обязательно жмем готово. Все, вот и появляются загрузки. Все ролики какие вот. Ну, вот перейдем на канал Христолюб на главную. Тут, конечно, первый трейлер там или еще что-то. А вот она все видео. Причем, как это в новом показанном виде. В новом шаблоне. Видите, у них шапка на весь канал. На всю длину монитор. Чуть они по-другому сделали. Убрали линии всякие. Более так белая бумага. Общий фон, да, как будто. Ну, вот они чертами такими отделяют эти разделы. Раньше были кубики. Их лучше видно. Вот как здесь, видите, такие более ограниченные. Шаблон немножко просто отличается. У них была серая окантовка, а это все было белыми. Кстати, было, конечно, лучше, на самом деле. Мне больше нравится. Теперь у них все белое вокруг. Вот все это как-то, как на бумаге, знаете, разложено. И вот они все видео, они идут, вы знаете, да, как в порядке. Дальше у меня вот запланированная трансляция идет на лайве, да. Я тоже это разделы именно я добавил. Но вам он не нужен. Вот, а дальше вот вы у меня, знаете, есть по темам там. Я их, видите, как хочу, так называю. Проповеди христолюбства по годам. На христолюбии я разбил, вы знаете, сейчас мы тоже его откроем для примера. Чтобы он был. Они вот в новом шаблоне сделали автоматически трейлер загружается. И никак это убрать. Зачем это надо, я не могу понять. На христолюбии, вы помните, после всей видео у меня идет Библия, Новый Завет, раздел именно, Ветхий Завет. Плюс, вы знаете, по нему можно кликнуть. И он откроется еще. Вот уже все плейлисты, которые мы с вами добавили, все. Этой ссылкой можно поделиться. Вот это вот здорово все. Но сейчас мы более конкретно будем практически разбирать. То есть вы поняли, да? На христолюбии. Потом плейлисты по темам, я их так назвал. И там разные. Вот все мои каналы. Сохраненные плейлисты моих каналов, да? То есть загрузки мы с вами добавили. Делаем новый раздел. И вот новый раздел. Сделайте, что мы выбираем в новом разделе. Выбираем мы. Вот есть плейлисты. И мы выбираем. А, во-первых, если вы ставите лайки, вы не стесняетесь того, под что вы смотрите. Чтобы все это видели. Особенности христианские. В принципе, вы можете смотреть все что угодно. Но не все же вы там лайкаете. Можно, конечно, вот понравившееся видео. Он, правда, сейчас пишет. Вы не ставили публичные положительные оценки никаким видео. Поэтому на вашем канале пока не отображается. Но мы жмем готово. Раздел создан. И вот сейчас мы откроем любой плей. Вот мой приглашение на каналы Христолюбца. Ролик. И поставим под ним лайк. А, я уже ставил. Я сейчас убрал. И еще раз поставил. Я просто тут кое-что перед этим записью тестировал. Перезагружаем страничку канала. И вот мы видим, как появилось понравившееся видео. Все мои ролики. То есть, это тоже ваше соучастие в Евангелии. Давайте другой ролик. Там вот Иисус, путь истинной жизни откроем. Приглашение закроем. Всех Христолюбцев приветствую на моем канале. Тоже берем, ставим лайк 24. Перезагружаем страничку. И вот они все появляются в понравившееся видео. Вы это видите, да? То есть, тоже можно раздел оставить. Какой еще раздел можно добавить? Можно вот плейлисты. И мы делаем несколько плейлистов. Выбираем. Добавить плейлисты. Здесь у меня нет своих. Я, во-первых, должен как-то назвать. Ну, допустим, я называю Библия. Точно так же. Библия, Новый Завет. У меня плейлистов никаких нет. Вот я жму найти плейлисты. А, нет. Здесь какие-то есть даже плейлисты. Ну, сейчас разбираем, что у вас нет своего контента. Вы никогда ничего не записывали, по плейлистам не делили. У вас этого нет. Но, видите, можно введите Юру плейлиста. Мы заходим на канал понравившегося нам блогера, проповедника. И что мы делаем? Да, у него есть плейлисты. Вот заходим на Христолюба. У него есть Новый Завет, да? И я беру и прям копировать адрес ссылки Евангелия от Марка. И вот сюда ввожу. Жму добавить. И вот он появился. Надо мне еще какой хочу взять. Евангелие от Матфея. Копирую адрес ссылки. Я специально вам с рабочего стола показываю, чтобы всплывающие окна было видно. Ввожу его. Ну, надо вам не так было показать, да? Кон вставить. Вставил. Добавить жму. Он здесь появляется. И так я могу собирать сколько мне угодно. Что угодно. Из каких угодно плейлистов. Евангелие от Анны. Копировать адрес ссылки. Вставить. Добавить. Готово. Вот они появились. Вот название Библии Новый Завет и плейлисты. Вы пока можете собрать свое. Вот. Это не защищает никакими авторскими плейлистами. Вы просто не закачали чужое видео, да? Вы просто плейлистом поделились. Вы просто свой канал оформляйте. Это разрешается. Никто на вас, какие вы видео будете добавлять, не пожаловаться. Ничего не сможет. Потому что вы плохого ничего не делаете. YouTube даже это наоборот разрешает, одобряет. Ну и любой автор-то как он. Вот. Таких разделов можно создать сколько угодно. Как вы хотите. Какие-то темы. Вот. Вы можете назвать покаяние. И пихать все ролики в покаяние. Но раздел нет смысла так мелко называть. Раздел надо назвать как-то более крупно. Я там ошибся. Букву и букву. И вот так уберем. Лип-ли-я готова. Вот. Понятно, да? Что можно еще добавить? Добавить еще можно каналы. Новая группа. Опять то же самое. Жмем добавить каналы. Называем. Я рекомендую. Давайте так назовем. Я рекомендую каналы. Можно там моих братьев-сестер, да? Ой. Каналы. И надо опять. Ты что должен. Что надо сделать? Надо взять. Ну вот. Беседа Христолюбцев. Копируем адрес ссылки. И добавляем. Опять вот в эту строчку. Введите URL канала. Вводим. Добавить. Он здесь появляется. Ну какой-нибудь еще канал. Добавим. Вот. Сергея Захлевного. Копировать адрес ссылки. Опять вставить. Добавить. И жмем готово. Все. У меня появляется. Готово еще раз. Готово. Вот они. Я рекомендую каналы. Здесь все каналы. На канале, кстати, беседы Христолюбцев. Я вот так сделал. Естественно, тоже. Внизу. Тут, естественно, мои каналы еще. У меня же три. Я делаю, как сказать, перелинковки с каждых каналов. Я написал все мои каналы. Каналы моих братьев-сестер во Христе. Здесь канал моих братьев-сестер с Германией. Жизнь во Христе. Женя Аня. Вики Тихон. Екатерины. Петрив. Вот. Ну и кто будет добавляться, я всех буду это добавлять. Вот. То есть можно кликнуть и перейти на любой канал. Опять же, эта рубрика есть справа. Вот тут у каждого канала. Вот у меня Христолюб. Лайв. Христолюб. Жизнь во Христе. Вика Тихон. Никитерин Петров. Вечная Евангелие. Артур Амаров. Александр Дмуха. Можно и туда их. Там я еще не добавил. То есть все это можно делать. Можно это делать и внизу дубляжом. И вот здесь справа есть. Ну там, по-моему, рекомендуемые каналы. Вот. Опять же, видите, всплывает же карандашик. Да. Мы по нему кликаем «Изменить модуль» или «Удалить модуль». «Изменить модуль». И опять мы сюда все, что хотим. Вот вставить. А. Надо скопировать какой-нибудь канал. «Жизнь во Христе». Вот. Копировать. И вставляем. Добавить. И вот, ну, интересные каналы. Мои. Добавим просто слово, чтобы вы увидели, что поменялось. Жмем «Готово». Вот, видите, здесь добавился канал справа «Жизнь во Христе». Интересный мой канал. То есть, можно поменять и название, и каналы. Добавлять, убавлять. Что дальше по каналам? По-моему, все. Человек, перейдя на ваши видео, хотя бы увидит, чем вы живете. Это тоже проповедь. Ваши каналы будут ранжироваться, как это называется, с алгоритмами YouTube. Вы когда перейдите... А, ну, это я в общем сейчас говорю. Что можно делать еще? Вот плейлисты есть. Вкладочка, да. То есть, мы можем создавать плейлист. Новый плейлист создаем. Название. Мы жмем «Новый плейлист». Он нам предлагает ввести название. Ну, новый плейлист «Тест». Так и назовем его. Создать. Все, он его создает. Опять же, это новый формат. Тут надо нажать. Вот видите, изменить. Иначе с ним ничего сделать нельзя будет. Он переходит в старую модель, интерфейс. И здесь можно настроить плейлист. Ну, если вы ничего не будете тыкать, он все классические настройки оставит. Там можно открытый доступ. По ссылке ограничить, как и с роликами. Вручную сортировка. Или там по всяким признакам. Ну, знаете, как фильтры ставятся по дате, там по публикации. Вам, в принципе, это не надо. Можно добавить описание. Что-то, если это вы сами что-то сделали. Или с того же, у кого в плейлисте была какая-то описание, вы можете его сюда перекопировать. И точно так же мы можем вот кнопочки «Добавлять видео». Все. Только уже не плейлисты, а вот именно конкретные ролики. Нам что-то хочется собирать. И мы можем собирать. Вот, допустим, к евреям. Копировать адрес ссылки. Все. Если бы тут были ваши видео на канале, мы можем и свои собрать. Но сегодня речь идет не о ваших, а о поиске видео. Мы можем либо вот URL ввести на видео. Вот. Ну, или отсюда поиск видео. Сначала нажать. Тоже URL ввести. Или какое-то название, какого вы знаете. Его надо выделить и «Добавить видео». Нажать. Все. Он у вас появляется в плейлисте. Ну и для примера делаем второй. Копировать адрес ссылки. Добавить видео. Поиск видео или URL, там как хотите. И там, и там просто его выбираешь. Все. Если вы хотите, чтобы у плейлиста было какое-то определенное видео в значке заглавным. Вот тут можно еще. Когда наводите. Их можно менять местами. Вот так залево хвататься. Их, видите, можно перетаскивать. И, кстати, значком плейлиста является первый ролик. Можно убрать. Вот здесь нажать. Видите, евреям сейчас второе стоит. И как бы значком является первый. Вы можете в «Еще» сделать значком плейлиста. И этот, наоборот. Не важно, хоть он сотый будет ролик. Но он будет. Он может быть самый какой-то красивый, правильный. Быть таким. Их можно перетаскивать. Или переместить вверх. Можно нажать. Переместить вниз. Вот в этом. В «Еще». Добавить, изменить заметку. И сделать значком плейлиста. И есть крестик. Вы его можете просто из этого плейлиста удалить. Его там просто не будет. Но еще раз приглашение вот это добавим. Чтобы все вам показать. Так, его опять ищем. Добавляем. Вот мы можем вот здесь переместить вверх. Но видите, остается евреем пока значком. Можем это снять. Какой первый сделать. И добавить. Сделать значком плейлиста. Все. Вы эти каналы создаете. И опять же, вот в этот, который вы создали. Переходим на главную. И вы вот в этот раздел «Библия. Новый Завет». Вы же создали этот плейлист. Это у вас созданный плейлист. Одно дело, вы видите, когда вы добавляли с чужого канала. Тут даже написано «Евангелие от Мара» и «Христолюб» тут канал. Но если вы в этот же раздел уже опять заходите изменить, добавить плейлист. Вы уже можете выбрать вот здесь. Вот найти плейлист. Тут всплывают ваши плейлисты. Как мы его назвали-то? Новый что-то плейлист, да? Вот. Новый плейлист «Тест». Вот он с двумя роликами. Вы его выбираете. Видите, он появляется. Это уже ваш плейлист. Здесь их можно перемещать потом. Вы можете первым поставить. И нажать «Готово». И еще раз «Готово». И этот плейлист уже называется «Как ваш канал. Взгляд». Вот так вот это все делается. Кто хочет участвовать. Я говорю, сейчас канал вы можете добавлять какими-то своими. Кого вы считаете нужным. Потихоньку, как я уже всем говорил. Я лично считаю, что особенно люди такого возраста, там, я не знаю, 30-50 или 20-60. Сами разбивайте там грани эти, да? Я думаю, что все мы должны читать Евангелие. Более того, делать это даже публично. И собирать вот по... Я в себе даю, конечно же, образец. Вот. Новый завет. И потихоньку зачитывать. И потихоньку, я говорю, в принципе, пока, ну, кому я люб, кому назидательно, отрадно, полезно на моё служение. Кто считает, что это служение света, она несет людям Евангелие. Я говорю, вы можете вот это все продублировать, сделать себя на каналах. И потихоньку читаю, можете просто заменять вот эти мои своими. Зачитали Евангелие от Марка, стали добавлять, и все. А на меня потом оставить так же, как и я на вас, вот на братья и сестер, просто перелинковки там где-нибудь в похожих каналах. Вот это справа, сбоку, да и все. Вот. Это просто, чтобы канал не был пустой. Ну, если мы же должны все-таки распространять Евангелие. Я говорю, не можете сами говорить, ну, участвуйте хотя бы таким образом. Я вот к чему призываю. Вот. Это тоже большое дело. Большое дело. Сами не можем. Кто чем помогал, вы помните, кто апостолов кормил, кто поил, кто пригревал, кто чем занимался. Не все были дарами слова одарены, да. Вот. Ну что, вот так вот. Какие вопросы будут, пишите, как всегда. Я вот так вкратенько рассказал. В принципе, я говорю, я не ставлю целью этими роликами ответить на все вопросы. Но в Ютубе все есть. Ну что-то вас интересно, вот, ну, забейте вы в Ютуб. Как сделать шапку каналу. И вон, ну, полно вылезет роликов, где кто этим профессионально занимается, дает какие-то советы, подскажет, там вам все расскажет. Тем более, вы, может, там фотошопом не владеете. Ну, где-то это можно найти, там, обратиться кому-нибудь. Вон он показывает, видите, на картинке фотошоп. 13 минут он. Как сделать оформление для канала. Ролик на 13 минут только посвящен этой теме. Поэтому я не ставлю цель. Я так, немножко подсказать, направить. А вы уж там сами. Я говорю, всегда можно найти. Скорее всего, человек предложит свои услуги еще. Ну, может быть, они там дорогие, а может, недорогие. Можете найти к кому-то. Так что, вот так вот. Если сами не можете, все, можно и научиться самому. Ну, не все, конечно, не все к этому. Кто-то в возрасте, кто-то еще что-то уже. Ну, как-то можно. Я говорю, опять же, никто не смущается, не пишите мне, не надо мне там отвечать, что, ой, Дима, я вот не могу. Или там необычно. Да это все мои обращения, как Господь, я поступаю, как поступал мой Господь. А как он поступал? Он говорил в толпу, а там каждый сам судит, к тебе речь или не к тебе, да? О ком вообще разговор. Вот. Что еще сказать-то? Уже 40 минут. Ссылочка на картинку, если нужна, вот этот шаблончик, я дам в описании. Если завода, напишите в комментариях. Ну, все, таким образом можно тоже участвовать. И вот в этом, да, плейлисте, на который я вам уже ссылался. Сейчас, да. Который я делаю. Создаем свой авторский христианский канал. Христос спасет. То есть я его помещу даже третьим. Потому что для этого ничего не надо вообще. Вообще ничего, да. Канал только свой немножко вдохнуть в него. Свет Христов. Дальше я буду. И дальше мы уже, потому что, почему я сначала думал, ой, может потом все вместе, когда буду по каналу тоже кое-какие давать рекомендации. Но одно дело, я буду давать их тем, кто хоть что-то делает. Там пишет ролики, действительно хочет авторский сделать канал. А этот ролик относится к любым, у кого просто есть регистрация. Хоть как-то светить. Хоть как-то обысусь. Что-то там на шапке хотите, напишите ваши любимые цитаты, мысли. Ну, там надо, правда, крупно хоть что-то. Кто-то попадет. Ваш канал все равно начнет ранжироваться, кстати. Даже вот эти плейлисты. Или в плейлистах ваш плейлист. Но ролики вы добавили. Ютуб начнет их опознавать. Вы добавите описание к этим плейлистам. Ютуб воспринимает, как ваш личный плейлист. Хотя ролики вы можете все добавлять, вообще не ваши. Вот так вот. Это очень... Надо хоть... В мире много зла. Много всего нехорошего. Давайте мы будем что-то делать хорошее. Вот. Вот так вот. Поэтому... Поэтому вот так вот. Ну, вроде все. Лучше сделать что-то. Может, я много чего не сказал, чего хотел. Я не особо никогда это готовлюсь к программе. Это не моя прям узкая специфика. Я просто делюсь тем опытом, каким имею. Все мои контакты у вас на экране. И в описании к ролику все они есть. Все же полезные ссылки. Что непонятно, пишите в личку. Или задавайте вопрос под ролик. И, может быть, ответ на этот вопрос и другим будет. Сразу, чтобы я по сто раз не отвечал. Рубрика вопросов-ответов у меня тоже есть на Христалюбе Лайф. Вот. Я буду отвечать. И даже на технический, конечно. Так что пишите. Что там непонятно. Что, какие мысли. Вот. Ну и что-то надо делать тоже, да. Все мои адреса каналов у вас тоже на экране. Подписывайтесь. Смотрите, что вам интересно. Ставьте лайк, если ролик понравился. Кому полезно, отрадно, назидательное мое служение. И поделитесь им обязательно в Ютубе, в социальных сетях. А возможно, теперь после этого ролика, когда сделаете на своем канале, разместите. Чтобы люди становились лучше, чтобы люди становились лучше. Будем проповедовать любовь, добро, мир. Не важно, что мир лежит во тьме, все плохо. Мы должны делать что-то хорошее. Что-то хорошее. И что-то для этого надо делать. И мы будем творить добрые дела не только словом. Зачастую пустым и языком. А делом, делом и истиной, которое есть Бог, который есть Дух, который есть Иисус Христос, который есть Любовь, Радость, Мир, Крот и Смирение, Упование. Всем желаю удачи в творчестве. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok